Всем привет! Автомобиль Haval, хотел сказать H6 третьего поколения, обновленный. Ну, в общем-то, это так и есть. Это Haval, Dargo. Могли бы его китайцы назвать и H6, например, какая-то внедорожная версия. Но решили они выделить его как независимое авто, как, ну, новое, наверное, авто. Интересный цвет. Forest Green называется. И сразу заинтересовал автомобиль и захотелось сделать на него видеообзор. По сути, это кроссовер и с многими доработками для легкого внедорожья. Многие думают, что это джип, что это внедорожник. Это не внедорожник, это кроссовер. До внедорожника ему не хватает первое, это основное, что это рамы. Тут нету рамы и не хватает понижаек. А без понижаек вы понимаете, что жесткое бездорожье, ну, в общем-то, невозможно преодолеть. Что сделали? Это первое, что резина другая, диски и более пухлая стоит шина. Она не низкопрофильная, а именно рассчитана на комфортные поездки по ямам и по бездорожью. Вот эти все обвесы, это же говорят о том, что ты можешь выезжать смело на природу куда-нибудь и не бояться ехать по веткам, по кустам. Вот эти все части, они не крашены и не будут так царапаться, как краска. Ну и проще их, конечно, аж потом, в случае чего, привести в порядок, чем полностью перекрашивать какую-то деталь. Полностью решетка также впереди сделана под это дело. То есть она в черном цвете. У нас дарга в топовой комплектации. Идет и панорамная крыша. Ну, здесь чего только нет. И вы должны понимать, что это автомобиль, наверное, вот в Украине, один из Хавалов, который имеет по максимуму функций. Все функции, которые были в Хавале H6 второго поколения, в Хавале H6 третьего поколения, все они в куче и даже еще много чего нового вот в этом Хавал Дарга. Короткий куцый такой бампер, что впереди, что сзади, нету вот этого длинного клюва и длинно свисающей задницы. Это говорит о том, что автомобиль рассчитан на то, что ты будешь куда-то заезжать, подъезжать куда-то, на какую-то горочку выезжать. И ты не будешь цепляться бампером, вот как, например, в Х6 третьего поколения, ну, как чисто городской кроссовер. Это не чисто городской кроссовер, это такой кроссовер, который с возможностью выезда на природу, но и он может свободно передвигаться по городу. Характеристики, в общем-то, H6 полностью третьего поколения, двигатель, коробка, приводы. Но в этом автомобиле что добавили, и это связано с бездорожьем, с проездом по бездорожью, это установили блокировку межколесного дифференциала заднего. Нажимаешь ты кнопку, где-то забуксовал, и два задних колеса у тебя гребут одновременно. Добавили внедорожный круиз-контроль. Управляется все с мультимедиа от 7 до 15 км в час при выборе этой кнопки. Автомобиль едет сам, ты просто вращаешь руль по бездорожью, он дозирует тягу автоматически. Проезжаешь какую-то болотистую местность, понятно, что в разумных пределах. Автомобиль едет сам, ты не дозируешь газ. Что вот интересного, то что было в H6 второго поколения, а в H6 третьего поколения китайцы не положили. С чем связано? Наверное в связи с тем, что все-таки удешевить они решили H6 третьего поколения. Но потом по жалобам потребителей, владельцев, они все вернули, еще и плюс вернули вот в Хавалдарго. Это первое, что память сидений, многие начали жаловаться, владельцы H6 третьего поколения, почему память сидений убрали из H6 третьего поколения. В Дарго вернули. Тут кнопок нету, но это все настройки в мультимедиа. Ты можешь через мультимедиа раз настроить положение сидений, автомобиль запомнил и подключи, оно у тебя будет работать. Нету поясничного упора, кнопки. Опять же, поясничный упор настраивается через мультимедиа. Плюс-минус, да, могли бы кнопку, конечно, поставить, удобнее заходить. То есть с кнопки это все настроить под себя, когда ты сел, чем искать это все там на мониторе. Также вернули они регулировку вот этой части сидения, подколенный сустав, то есть коленный сустав вот здесь вот, и эта часть может подниматься. Кнопки нету, опять же, все в мультимедиа. Наверное, проще им делать это, чем ставить кнопки, этого я не знаю, но оно вернулось. Регулировка автоматическая зеркал, дальше покажу, при включении заднего хода. Также V8-6 третьего поколения нету, здесь есть. Сидение при том, как глушим двигатель, отодвигается полностью назад, также есть. А этого не было ни V8-6 второго поколения, ни V8-6 третьего поколения. Что, да, установили. V8-6 второго поколения не было. В третьем поколении поставили электропривод крышки багажника, но не поставили сенсор для ноги. В Дарго они это сделали. Раз, два, три. Электропривод есть, сенсор для ноги. Я не знаю, в полной комплектации он должен быть, но, я знаю, точно должен быть, но, может, надо узнать об этом. Но факт тому, что электропривод доустановили. И что еще? V8-6 третьего поколения убрали сабвуфер, сюда вернули сабвуфер. Полноразмерное запасное колесо, это огромный плюс, это недокатка. С таким же диском. И плюс еще сабвуфер стал. Сразу по минусам, один из минусов. Ну, для кого это минус, для кого нет. Размер багажника. Сразу видно вот этот маленький багажник от H6 второго поколения. Видишь ты или нет? Да. Меньше, чем на нашем. Меньше, да. У нас в белом больше. У нас на H6 третьего поколения багажник и длиннее и шире. Здесь такой вот маленький багажник. Но, опять же, кому нужно, хотя авто, как, вот, смотришь и какой-то, какая-то непонятка получается, диссонанс. Авто для путешествий, а места в багажнике мало. Ну, если нам для двух, когда мы подороживали, то нам достаточно бога и того багажника, я тебе скажу. Ну, в основном люди, когда путешествуют, они путешествуют или с семьей, или берут родственников. То есть машина полная загрузка. Здесь получается, что нужно ставить на крышу багажник. Но, кстати, смотрите, оно для этого и рассчитано. Здесь очень мощные рейлинги идут. На крышу можно цеплять приличный багажник и также его грузить. Они алюминиевые. Очень удобное крепление будет багажника, надежное. Я не знаю, может включается этот сенсор в мультимедиа. Возможно, он активируется и дезактивируется. Надо, напишите в комментариях. Но я машу, но что-то не реагирует. Но я точно знаю, что сенсор установлен. Огромный плюс, розетка 220 появилась. Крючки появились в багажнике для фиксации груза. Это тоже вот, вот это все, доработки, доработки, которые каждым разом радуют. И 12-вольтовая розетка по типу прикуривателя также она есть. Осталось там это все без вопросов. За счет того, вот видите, вот, украли багажник. За счет того, что полноразмерное колесо запасное, вот этой части багажника нет. Глубь глубина уменьшилась. Но, смотрите, здесь получается такой момент, что если убираем полноразмерное колесо и сюда устанавливаем докатку обычную, худую, тонкую, то мы можем опустить полочку, опускаем полочку и увеличиваем объем багажника. Ну, на вот эту же глубину. Сантиметри в 10. Увеличиваем. Но, опять же, кому это нужно, то можно сделать. Можно вообще выкинуть запаску, положить полочку ниже и увеличить глубину багажника. Ну, такое уже решение. Внешний вид автомобиля спорный. Кому-то нравится, кому нет. Но я думаю, что это как раз тот вариант авто, когда любовь к нему приходит с началом эксплуатации. Не вот есть автомобили, когда ты любовь с первого взгляда увидел его в автосалоне и уже все, влюбился. Скорее всего, это авто, ну, вот, когда приходит любовь с началом эксплуатации, когда ты на него садишься, когда ознакомливаешься со всеми его функциями, потому что функциональный он полностью. Это тот хавал, который напичкан всем. Вот на данный момент в Украине из всех собрали и все в него внедрили. Ну, и думаю, что он порадует тебя на легком бездорожье и по городским ямам. Потому что подвеска, хоть она и H6 третьего поколения, но плюсом огромным здесь есть диски и высокопрофильные шины. Первое, наверное, что, если приобрел я это авто, у меня возник вопрос снять вот эту подножку. Ну, это закос под внедорожник, под джип, но мне кажется, что для именно этого автомобиля она лишняя и даже будет мешать вам. Человек моего роста и выше точно скажет, что она нафиг не нужна. Человек ниже ростом, ну, возможно, будет ей пользоваться, по моему мнению. Ручка есть, да, джиперская ручка для посадки в высокое авто. Авто не такое высокое, чтобы здесь садиться с помощью ручки и подножки. Я бы садился в него вот так, как я привык садиться в свой авто. И здесь смотрите, что происходит. Просто ноге мешает эта подножка. Подножка эта грязная, и у меня постоянно штаны будут грязные. Чтоб садиться правильно с этой подножкой, мне нужно садиться вот так. Раз. Вот я взял за ручку, держусь. И вот так вот заныриваю. Ну, это, ну, ненормально. Я вылезаю выше автомобиля, подскакиваю и заскакиваю в автомобиль. Выходить как? Так же? Блин, а как выходить? Так. Так? Потренуватися треба и звукнути. Ну, бачишь, уже на второй раз в тебе лучше входить. На третий раз подножка должна отвалиться на асфальт. Та ладно. С моим весом. Подножка не настолько широкая, чтоб на нее попадать сразу. Вот эта вот накладка пластиковая, хоть она и сделана из накрашенного пластика, но она тоже будет постоянно страдать от твоих, от твоей обуви. То есть, мне кажется, вариант ее снять, может, кто-то уже и снимал. Это все конструктор. Мне кажется, они снимаются. И здесь получается, что двери не закрывают пороги полностью. Ну, это характерно для автомобиля, который, ну, рассчитан на какое-то бездорожье. Если где-то порогом сядешь, то двери должны остаться в этом случае целыми. Нельзя сказать, что H6 и Dargo полностью одинаковые авто. Садишься вот даже на сиденье. Вот я первый раз, раз и сел. Во-первых, сиденье выше можно настроить. Это... А, еще выше можно. То есть, можно сесть в нем высоко и видеть край капота. Проблематично я вам говорил, что в H6. Первое, когда садишься, что во второго поколения автомобиль H6, что в третьего поколения, что вот гибридная версия. Садишься, и сразу проблема габариты, к которым нужно привыкать. И вот, если честно, я без камер уже не могу все равно. Сидишь ты, большой нос. И вот в Dargo эту проблему можно минимизировать вот таким вот образом, что реально сиденье можно поднять выше. И ты сидишь под потолком. Вот я метр восемьдесят два. Или, может, уже выше или ниже на несколько сантиметров. Но вот я ровно сижу, и у меня до потолка есть еще расстояние. И это сиденье полностью вверх поднято. И мне очень удобно. Я вижу край капота. И уже не так. Именно вот эти габариты создают проблемы. Зеркала вообще зачетные. Зеркала для бездорожья, для удобства. Другой они формы сделаны. И в них лучше, ну, как бы, лучше видно. По стойке проблема и в 8-6 есть. Проезжаешь пешеходный переход. И пассажир мне часто подсказывает, смотри, идет человек. Стойка заграждает. Ну, это во всех автомобилях, не без этого. Сиденья более упругие. Вот я заметил, что сиденья более упругие. Я сажусь, оно как, ну, не так прогибается, вот, как в 8-6. Ну, что-то все-таки вот меняют, по чуть-чуть все-таки дорабатывают. Материалы использованы те же самые. Та же самая эко-кожа, кожзам. Также и сиденья. Нет, кстати, сиденья мне больше понравились. Они, я же сказал, какие-то более упругие. И здесь в топовой комплектации идет комбинированное. Чехлы комбинированные. Это типа алькантары что-то. Здесь вставка алькантары также. И вот это ж эко-кожа. Сиденья и вентиляция, и подогрев. И в этой комплектации, в полной, мы также имеем массаж. Вот что еще добавили, что не было в 8-6 третьего поколения. То есть, ни в третьем, ни во втором поколении. Массаж был в Haval H9. То есть, в Haval Nargo все есть от предыдущих Haval. Шторка, люк. У нас все открывается так же. Огромная панорама сиденья. Сейчас я вот опущу в самый низ. Ого, ничего себе. Ну, то есть, вниз, когда опустишь, появляется большое расстояние. То есть, высокому человеку тоже будет это дело удобно. Регулировки сиденья в большом диапазоне происходят. Очень классно. Все так же шайба. Многим это неудобно как бы изначально. Но шайба, она оборотная. Тут нет фиксации какой-то вот именно, что ты там перекрутишь что-то или не докрутишь. Бывает такое, что можешь включить не драйв, не автомат режим, а ручную. Но тут же ты в эту же сторону крутанул, и у тебя изменяется режим на автоматическое переключение. И что удобно, вот сейчас, наверное, заметно на солнце. Здесь у нас на вот такой части дисплея на козырьке специально большими буквами показываются режимы. Паркинг, задняя, нейтраль, D и M механическая. Глазами лучше видно. Ну и подсвечивается, она в каком режиме стоит. Также есть на дисплее осталось, как в H6 третьего поколения. Но многие жаловались, что они не видят, не знают, куда сразу смотреть, какой режим включен. Здесь плохо видно, как бы. Хотя на солнце, ну в темноте-то хорошо. Но людям не хватало, чтобы это было перед глазами. Вот сделали такой козырек китайцы. Это спецом сделано из-за жалоб, которые, ну, то есть они все мониторят, что люди о чем отзываются, как отзываются. Сделали вот такой вот вариант. Переключаешь VR, ты видишь. Кстати, зеркала, вот я к тому, что вернули они. Что они вернули из того, чего не хватало. Вот еще одну функцию они вернули. Зеркала при включении задней передачи, два зеркала. Настраиваются так, как ты их настроил для езды задним ходом. Оно. Да. Супер. И это, смотри, это и то. То есть два зеркала автоматически переходят в то положение, которое ты настроил. Вот еще раз включаю заднюю передачу. И то, и то зеркало подстраивается так, как ты их выставил. Ну, супер. Супер. В H6 второго поколения только второе зеркало работало по твоей настройке. То есть ты опускал его, чтобы видеть заднее колесо, чтобы не упереться там в бордюр, не наехать на бордюр. Готово. Люк открыт. Все удобно. Все проветривается. О. Заглух. Заглушил двигатель и сидение отодвигается полностью назад. Блин, ну в нем столько всего нового, что вот я, если честно, сразу думал, что H6 третьего поколения только в другом обличии, с другим салоном. Ну, как бы смысл, да, менять, да, доплачивать. Ну, смысл за что доплачивать. Как бы не за что, за новый дизайн. Но здесь куча новых функций, которые очень полезны. Заглушил двигатель, сидение отодвигается полностью назад. Вот, я отъехал назад. И я теперь легко выхожу из салона. Ну, в основном это кому удобно, людям, которые большого размера. Я среднего размера, наверное. Вот я выхожу теперь из салона. Ну, этой подножкой я пользоваться не могу. Также я зашел, сажусь в салон. Закрываю двери. Запускаю двигатель. Наверное, пристегиваюсь. Тут надо уже экспериментировать. На это нету времени. Запускаю двигатель. И сидение подвигается автоматически. Фиксируется в той настройке, в которую ты настроил в мультимедиа. Все это настраивается через мультимедиа. Память нескольких сидений. Они все вот здесь зашиты. Под ключ. Сидение зашивается под ключ. Твой ключ. Одни настройки ты пришел с одним ключом. Пришла жена с этим ключом, со вторым. Под ее настройки, под ее ключ, сидение будет пододвигаться и спинка. Сзади все так же много места. И это рассчитано, опять же, на нормальное путешествие. Но пол у нас идет, как бы, смотрю я, высокий что ли. Впереди я сидел и сижу сейчас сзади. Удобная ручка, кстати. Ну, держаться может кто-то будет засыпать. И, чтобы его не болтало, будет держаться. Также ручка здесь осталась. Фонари светодиодные. Также от H6 третьего поколения. Много чего встречается от H6 третьего поколения, от второго поколения. Кнопки. Кнопки управления различные. Здесь регулировок сидений нету. Все так же. Спинка регулируется. Ну, складывается оно... А, здесь веревка. Веревочка. Видно веревочку? Угу. Вот. В H6 третьего поколения был рычаг. И смотрите, что они доделали. Есть уже фиксация ремня. Многие жаловались, ремень нужно рукой. Потом, когда складываешь сиденье, направлять, чтобы он не защелкнулся вместе с замком. Смотрите, здесь они взяли и придумали вот такую фигнюшку. Не регулируется сиденье в одном положении. Что мне интересно было бы проехать, если получится. Получится. Если нет, пишите в комментариях. По-любому владельцы. Есть уже. Дарго уже везде есть они. Замок. Широко открывается, как, ну, для большого человека. Мне кажется, было бы проще. Хотя... Хотя здесь уже подножка как бы и нужна. Автомобиль сзади высокий получается. Если без подножки сбрасывать ногу, то все вот тут будет жопой вытираться. Ну, такое. Нужно, короче, тренироваться. Вот это, когда приобретаешь это авто, какое-то время ты тренируешься садиться в него и выходить. Одно, что здесь дешевый пластик кинули. В H6 второго поколения то авто, в общем-то, которое начало привлекать многих. Это H6 второго поколения, начиная с 2018 года выпуска. Там было все мягко. Везде мягко. Верхние части. H6 третьего поколения удешевили. И это мы видим уже по сравнению с Дарго. То H6 третьего поколения много чего нету. Но в Дарго не вернули пластик мягкий назад. Впереди он мягким и остался. Он идет дешевый, вот здесь полностью. Ну, и он такой царапучий. Это во всех хавалах. Нету такого пластика в хавалах, именно дешевого по низам. Чтоб он нормально ходил. Если ногами будешь цепляться, он будет царапаться. Так же и тут. Если часто ноги будут попадать сюда, на эти накладки, они также будут царапаться. Ну, я думаю, что это все есть в продаже. Это конструктор, оно снимается, все на защелках. На заднем ряду есть также и воздуховоды, и зарядки для смартфонов две. Салон. Ну, да. Первый раз, когда видишь, сразу приятно, что что-то новое. Хотя понимаю, что это, в общем-то, автомобиль с теми же самыми характеристиками. Но новый салон, новый вид, новый салон. Салон также заточен под путешествия, как бы, под более молодежный вариант. Что понравилось, вот под бутыльник. Это не резинка, а с роликами подпружиненными идет ремень. Прямо ремень, скорее всего, ну, еще толще, чем ремень безопасности. Бутылку можешь вставлять. Также здесь карманы есть, резиновые коврики везде. Infinity музыка. Не знаю, я не меломан, поэтому для меня, в общем-то, музыка нормальная была. И в том, в прошлом ковале, и в моем теперешнем. Блок кнопок остается неизменный. Открытие багажника, регулировка фар, выключение-включение стабилизации и помощь со спуска. Также неизменным семиступенчатый робот. Что изменно, это настройки. Более адекватная работа с двигателем. То, что нам говорит, что это не стопроцентный внедорожник, это трансмиссия роботизированная. На внедорожниках должен быть хотя бы автомат. Идеально механика, но хотя бы автомат. Робот вам не даст того отклика на педаль газа, как дает механика или же как дает автомат. Здесь ты газ не сможешь дозировать, как положено при заезде-выезде в каком-нибудь внедорожье. Кнопка блокировки. Имеется включение камер. Кнопки металлические, по-видимому. А хотя нет, пластиковые. Вот металлические, алюминиевые идут, то они холодные. Подрулевые лепестки. Также очень классно. Я ими иногда пользуюсь, когда нужно мне быстро понизить передачу. Например, с пятой перейти на четвертую и ускориться. Это не позволяет сделать робот, потому что бережет коробку. Я могу минусануть переключателем. И газ в пол, и автомобиль быстрее реагирует, быстрее разгоняется. То есть лепестками можно пользоваться. Понять смысл, как они работают. И очень удобно. То есть это помощь для тех, кому вот не нравится реакция робота на быстрое ускорение. Ты можешь помочь ему, этому автомобилю ускоряться. Интересные кнопки сделаны на руле. Они такие вот. Блок большой стал. Под больший палец, так сказать. Не надо тебе нащупывать. Тут ты уже визуально даже не надо смотреть на вот эти вот пульты. Ты уже будешь знать, какой и как, куда нажимать, чтобы переключить. Кстати, на руле я пользуюсь постоянно. Задействованы в использовании при движении всегда. Панель мягкая. Тут какие-то вставочки. Накручено что-то. Имеется проекция на стекло. Под что-то даже вот есть у нас здесь карман такой. Колонка здесь. Карман. Тут также в случае, если села батарейка в ключе, ключ ложишь. И автомобиль видит ключ. И есть такие фиксаторы, защёлочки. И здесь можно вытащить вот эту вот часть. Есть пластик мощный такой, тяжёлый. Она даже какой-то он как прорезиненный пластик. То есть не хрупкий. И здесь такой вот огромный карман получается. Ну, не знаю. Есть вариант органайзера доустановить и зафиксировать или же снять. Беспроводная зарядка. iPhone ложишь, кладёшь и заряжается. И есть кабельный канал под кабель. Вот здесь беспроводного Android Auto и Apple CarPlay нету. Поэтому кабель кидать нужно. Кабель проложил и сюда подключил. Разъём USB водительский отвечает за проводной CarPlay и Android Auto. Что удобно, оставили они переключатель, крутилку на переключение режимов. Режим снег, грязь. Наклейку я не буду снимать, потому что автомобиль новый. Завтра человек придёт, приобретёт его. И он сам бы захотел снять вот эти вот плёночки. Поэтому показываю вам так. Реально классно там. Куча, семь режимов что ли. Снег, грязь. Ну, как обычно. И удобное переключение именно здесь. Спортивный также есть режим. Есть эко режим. Все эти режимы остались. Добавился круиз-контроль, как я вам сказал. Добавил внедорожный. Но это всё надо пробовать на внедорожье. Как дозируется газ. Самому бы было интересно. Но я знаю, что чудес от этого автомобиля на бездорожье ожидать не стоит. Потому что здесь нет понижайки. Нет пониженной передачи. Авто будет часто при дозировке газа срываться. Можно просто в букс добавлять колесам обороты и просто закапываться. Что в песке, что в снегу, что в грязи. Но за счёт своего увеличенного клиренса, угол съезда-выезда, за счёт шин лучших, автомобиль будет лучше себя чувствовать на внедорожье. Ну и немаловажно блокировка. Бардачок. Без бархоток. Тут есть для пассажира вот такой вот так же органайзер. Ну и огромная ручка, ручка страха, да, вцепиться. Не бояться. И держаться. Даже не скрипит ничего, видите. Я её туда-сюда панель шатаю, всё отлично. Вот, даже тут есть. Ну под бутылку, да. Ну, сручно. Та ну не, для кавы. Для кавы? Мне сручно было бы, да. Ну, потому что там ты занимаешь место и часто мне не надо поставить стаканчик с кавой, когда купили. О, ничего себе. Такая алюминиевая огромная вставка. О, молодцы. Не надо докупать на Алиэкспресс, потому что вот это всё для второго поколения и для третьего. Кавала И6 покупалась на Алиэкспресс ванночки такие. Здесь всё есть. И что ещё классно, прикинь. Смотри, с охлаждением идёт. Бутылку воды? Да, ну то есть это как холодильничек, ну охладитель получается. Ты закрыл, и там тебе охлаждается, ого, смотри. Прямо что ли? Где-то, где-то вот до сюда, да, идёт. Ага. Ну, бутылку можно покластвовать или другую, да, обычно? Вот тебе ещё плюс. Ты можешь закрывать или открывать. То есть оно как может от печки, смотря какую температуру ты настроил, я так понимаю. Ну и также под карточки, под эти все дела, вот фиксаторы здесь, защёлочки есть. Даже прописано, для чего тебе вот это, чтобы люди не морочили голову, себе не думали, не искали в интернете. Супер, молодцы. Ой, а что он не держится? Нет. Заметили вы, что в этом, в этой цветовой гамме, так сказать, вот этот Форест Грин, салон у него полностью чёрный. То есть не полностью чёрный, потолок-то белый, а именно нету оранжевых вот этих вот вставок, как есть на Дарго, есть такой салон с оранжевыми вставочками, сбросками такими. Здесь чисто, ну, наверное, мужской автомобиль, мужская расцветка, Форест Грин, я думаю, женщина не хотела бы на зелёном хавале ездить. Наоборот, хотела. Хотела? Да, я, да. Ну, вот видите. Руль. Так же, не могу я сказать, что больший диапазон. Диапазон увеличили они в A6 третьего поколения. Во втором поколении жалобы были, что невозможно усесться как бы за рулём. Сделали вот на себя руль диапазон немного больше. То есть ты стал уже отодвигаться дальше от педалей и не тянуться до руля. То есть стал меньше тянуться до руля. Но всё равно проблема вот эта остаётся в A6 третьего поколения. Невозможно как бы иногда удобно усесться. Ёрзаешь туда-сюда этим рулём регулировки. Что-то не то. Тут не могу я сказать, что вот я как бы сел и сразу вот всё супер. Надо эксплуатировать, пробовать. Я думаю, здесь ничего не изменилось. Всё примерно так же. Мотор 2.0 turbo. Так, а где ж тут у него? Не понял. Что, что они там начудили? Бывают сикавиные моменты. Я ж нажимал. Не могу, короче, открыть капот. И до инструкции читай. Ааа. Ну, такой рыжий рычажок. Вот здесь рычажок. О, ну. Вот здесь рычажок. Внизу, если ищите вверху, он здесь внизу. И смотрите, не нужно уже на Алиэкспресс заказывать гидроупоры. Они вернулись так же. Опять же, галочку ставим в пункт, что вернулось в Дарго. Вернулись газовые упоры. Вейт-6 второго поколения были. В третьем поколении. Открывал капот, думал есть. Не смог поднять капот одной рукой. Заказал на Алиэкспресс. В Дарго они уже есть с завода. Мотор А6 третьего поколения установлен. 2.0 турбо. 325 крутящего момента. И 204 или 211 лошадей. Вот там, одни говорят, 204, другие 211. Ну, по сути, наверное, 211. Сразу вот, наверное, многие недостаток найдут. Ну, может, он пройдет, я не знаю. Может, приработается. Немного похрустывает ручка. Закрывание. Конечно, могли бы уделить этому внимания. Потому что, ну, сразу же дверь берешь. Кстати, есть вариант. Вот ручки. Есть вариант здесь. Как у И-6 третьего поколения. Ну, вот берешь и она, ну, немножко живет своей жизнью. Чтобы не говорили, что я расхваливаю авто. Вот я уже его и подгадил немножко. Для чего ты подгадил? Ну, не для чего, а хайручку. Я вижу, что тебе подобается. Хайручку взгляну. Я просто тебе знаю, я мачу по тебе, что тебе подобается. Хайручку взглянуть. Кстати, кто, многие вот смотрю, блогеры там показывают. Вот электроручник и его нужно снимать. Вот когда трогаешься, его нужно снимать. Понятно, что люди, в основном обзорщики, не владеют этими авто. Вот просто их пригласили на съемку. Там бюджет есть, заплатили. По этому поводу я сниму отдельно видео. Кому интересна эта аналитика, сделаю обязательно. Я владелец вот этих автомобилей Хавал. Первого, второй у меня Хавал есть. То есть, второй, третий поколения. Здесь все работает в автомате. До вас придумали. Ты пристегнул ремень перед тем, как тронуться. И не нужно тебе снимать ручник. Он снимается автоматически при нажатии на газ. Также есть очень удобная функция. Буквка А. Это автохолд, автофиксация. В основном женщинам это будет интересно. Ну и мужчины тоже. Чтобы не держать ногу на тормозе. О, видишь, я двигаюсь. Вот, блин, баран. Я двигаюсь, начинаю настраивать. Но, когда запустишь двигатель, это авто сделает за тебя само. Пристегнулся. Дэв включил. Газу даешь. Вообще не слышно. Он автоматический ручник снял. И мы едем. Первое впечатление авто. Или мне так хочется. Но мне кажется, что мягче идет. Но, опять же, здесь законы физики. Как бы не будешь им сопротивляться. Потому, что шины толще. Шины будут в любом случае мягче. Если ты еще сделаешь адекватное давление. Кстати, это первый мой совет. Когда вы выехали из салона. Сразу проверьте давление шин. Надо просто, чтобы пассажир пристегнулся. Тогда здесь будет видно давление шин. Поставьте где-то 2,3. 2,2 идеально. 2,3. И вы почувствуете, как супер комфортно идет автомобиль в ходу. В основном завода там качают с запасом. Вы должны выровнять давление. Ну, что я скажу. Это нужно пробовать и на внедорожье. Нужно пробовать выезжать просто в город. И на различных дорогах ехать. Но я скажу, что мне кажется, что он идет более комфортней. За счет профиля резины. Подвеска-то у него полностью. На ИТ-6 третьего поколения. И он также себя будет вести при раскачке. Здесь чудес нету. Многие вот спрашивали у меня. Там звук отбоя подвески слышно на ИТ-6 третьего поколения. Я показывал в видео. То же самое будет и в этом. При критичной раскачке. А он будет раскачиваться вот так. Вы можете слышать звук отбоя подвески в некоторых моментах. И это будет и на хавале Дарго. Но будет он комфортней за счет профиля резины. Оцинковка на капоте. Цинк есть. Крылья цинк. Двери так же. Цинк. Вот эта стойка переходящая в заднюю. Вот этот элемент. А крыша, как обычно, не оцинкованная. То есть во всех хавалах крыша не оцинкованная. А все остальное оцинкованное. Я вам показывал свой автомобиль. Подробно показывал вам по толщине лакокрасочного и по оцинковке. Так же и Дарго. Не металл вставки. Есть ляда оцинковка. Здесь пластмасса. Есть вставки. Ну и так же эта часть. А крыша вот не оцинкованная. Полностью крыша не оцинкованная. По порогам так же у людей вопрос. Здесь оцинковка есть на порогах. То есть если здесь, то и ногами будешь сбивать. А сбивать будут люди ногами пороги. Потому что, ну, вот эта вот подножка, ну, наверное, будет все-таки создавать какое-то время. Людям не будет понятно, как садиться правильно в это авто. И будут в этом случае страдать пороги. Но пороги оцинкованные. Это не говорит о том, что их можно царапать. Но если будет какая-то царапина, краска снимется, а оцинковка не будет нарушена, то, по крайней мере, ржаветь то место не будет. Оцинковка есть. Двери изнутри так же оцинкованные. И нижняя часть дверей. Ну, цинк, да, оцинковка есть. Тут без вранья. Скрытые части внутренние так же оцинкованные. Вот двери. Есть элементы под капотом, разные усилители. Днище оцинкованное. Но тоже есть моменты, где усилители, какие-то вставки не оцинкованные. На сегодня все. Как по мне, интересное авто. Поменял бы на свой. Ну, если бы много доплачивать не нужно было, то поменял бы. Хотелось бы поэксплуатировать, например, этот. Ну, и обновить автомобиль. Но цена, интересные цены были в Украине на них, когда отменили налог. Какое-то время там было налог на ввоз. Он стоил в топовой комплектации около 26 тысяч долларов. Вы представляете? Сейчас он 36. Налоги десятку сжирают. Если бы он стоил на это время 26, вопросов бы не было. Что я хочу? В Китае есть Хавалдарго второго поколения. Гибрид. Немного видоизменен кузов. Морда, жопа. Все те же самые функции, если не больше. Больше монитор. И батарейка, и полноприводный он гибрид есть. И кажется, есть еще и заряжаемый. Дома приехал, подзарядил его. И вот это авто уже более интересно. На замену моего H6 третьего поколения. Будем ждать. Дай бог, чтобы он пришел к нам в Украину. Обязательно обзор. И уже буду думать. Понятно, что он будет еще дороже. Но гибрид стоит брать, потому что это экономия. Этот автомобиль будет интересен тем, кто вообще собирается приобрести новое авто. И я вам скажу, что за такие деньги, с таким функционалом и с такими возможностями, ты авто на нашем рынке на сегодняшний день не найдешь. Что-то если и есть, то оно будет дороже. Если хочешь платить больше, платишь за бренд. Если хочешь пользоваться автомобилем за адекватную на наше время стоимость, то приобретаешь или Дарго, или Хавал H6 третьего поколения. Что выбрать или H6 третьего поколения или Дарго, уже смотри на свое усмотрение. Потому что по деньгам H6 дешевле. Если хочешь получить все, а именно Хавал об этом и говорит, что в нашем автомобиле есть все. Ну, на данный момент это Дарго. В нем именно есть все. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик. Дальше буду показывать вам обзоры данных автомобилей, потому что мне они самому интересны. Я владелец Хавала, поэтому вам показываю и рассказываю. Всем удачи, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok